Сейчас практически во всех палатах и кабинетах заканчивают отделку. Уже закупили все необходимое медицинское оборудование. В ближайшее время планируют приступить к его монтажу. Губернатор края поручил ускорить все работы, чтобы как можно скорее открыть перинатальный центр. Сегодня и жителям, и гостям Сочи нужен перинатальный центр. И сегодня проблема решается путем местной медицины, местных лечебных учреждений. Но высокотехнологичная передовая современная медицина тоже должна прийти в Сочи посредством строительства настоящего перинатального центра. Хватит уже кормить сочинцев обещаниями, что он будет, будет, будет. Они его долго ждут. В каком процентном соотношении такие помещения во всем этом центре перинатальном? В такой степени готовности порядка 70% помещений на сегодняшний день. Хватит нам времени за эти 20 дней, чтобы мы привели к такому же состоянию, по крайней мере, в такой палате, где, как мы сейчас с вами стоим. Достаточно времени для того, чтобы в таком состоянии все помещения сдать. Из-за проблем с подрядчиками перинатальный центр в Сочи не могли сдать несколько лет. Весной прошлого года Вениамин Кондратьев уже приезжал на строительную площадку. После чего был создан специальный оперативный штаб. В него вошли краевые и муниципальные чиновники. А к строительству привлекли нового подрядчика. Чтобы наблюдать за процессом работ на каждом этапе, были установлены видеокамеры. Как отметил Вениамин Кондратьев, сегодня есть все возможности, чтобы в ближайшие месяцы завершить строительство и начать сдачу в эксплуатацию. Переносить сроки больше просто недопустимо. По уровню сегодняшних работ и по оснащению, я вижу, что на самом деле здесь счастье может рождаться. Давайте сделаем, чтобы оно рождалось. Я думаю, у нас есть до всей возможности. Еще, подчеркиваю, подрядчик сегодня высококлассный. Мы максимально все вместе, не деляя здесь на какую-то ответственность или на какие-либо заслуги, все вместе сделаем последний рывок. И я думаю, что 1 марта мы сможем его сдать. Новый медицинский центр будет специализироваться на сложных случаях беременности. Рассчитан он на 120 мест. В большом восьмиэтажном здании разместятся отделения консультаций, диагностики, вспомогательных репродуктивных технологий, лаборатория, а также реанимация и интенсивная терапия новорожденных. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.